Здравствуйте! Вы смотрите губернтские новости в студии Павел Рыжиков. Коротко о главных событиях в регионе. Отсутствие межнациональных конфликтов на территории Воронежской области заслуга нацпалаты, заявил губернатор Александр Гусев на заседании этой общественной организации. Вот так лицом к лицу лидеры этнических групп, живущих в регионе, не собирались с начала пандемии. Тем не менее, работа шла, причем по самым разным фронтам. Общины, созданные в районах области Дома Дружбы, вносят большой вклад в социальную и культурную адаптацию мигрантов, держат руку на пульсе, настроения царящих в этно-конфессиональной среде. При любом подозрении на то, что где-то может произойти конфликт, к делу подключаются самые уважаемые представители диаспор. С февраля прошлого года нацпалата активно участвует в добровольческой деятельности и оказании гуманитарной помощи бойцам, воюющим в зоне СВО, и вынужденным переселенцам. А еще организовывает встречи, посвященные укреплению межнациональных и межэтнических отношений. В общем, делает все, чтобы на территории региона царили мир и согласие, подчеркнул губернатор. Впрочем, расслабляться никак нельзя. Совместных задач у власти и общин сейчас как никогда много. Мы все понимаем, что будет вестись, наверное, многие годы такая гибридная война, как ее сейчас называют, информационные воздействия на наше общество. В том числе наши недруги будут стараться и раскачать ту основу межнационального согласия, которое в России существует и у нас в Воронежской области. И, конечно, мы к этим вызовам должны быть готовы. Наше сплоченное единение предполагает нам возможность заявить о том, что мы справимся с этими вызовами. Каждый день и в две смены в Доме культуры поселка Внии с Рамонского района два десятка неравнодушных, в основном пенсионеры, плетут маскировочные сети для участников специальной военной операции. А скоро это число возрастет в разы, рассказывает депутату Государственной Думы Евгению Еревенко. Уже с понедельника после завершения весенних каникул добавятся школьники, а это еще тысячи рабочих рук. Некоторые из детей, кстати, приходят уже сейчас. Ребятам соорудили специальный станок из дерева прямо в холле Дома культуры. Полоски ткани к рыболовным сетям привязывают под чутким руководством педагога. На втором этаже в библиотеке трудятся пенсионерки. Они активные участники группы под названием «Воронеж-Зет», созданной местными жителями в мае прошлого года в помощь бойцам СВО. Начинали с 300 односельчан. Теперь цифра перевалила за 7,5 тысяч. Присоединяются со всей России. Сейчас активно заняты плетением зеленки. Так тут называют маскировочные сети. Процесс полностью отлажен. Пенсионерки размечают материю, краят, режут и привязывают лоскуты. Работают в группах по 10 человек, по 2-3 часа. А потом состав меняется. В день выходит пара маскировочных сетей. 6 квадратных метров каждая. Мы собирали, ну, поначалу банки из погреба доставали. Там мыло, полотенце, что-то, салфетки, ну, что-то такое. Осенью возникла необходимость в маскировочных сетях. Я сначала болела, села одна дома плести сеть. Ну, конечно, это очень медленно. Потом вот кликнула клич друзья, знакомые свои. Собрались мы. Обратилась сюда в ДК. Нам предоставили помещение, предоставили стойки. И мы начали плести. Еще одна остановка в маршруте депутата Госдумы Евгения Ревенко – печально известный Ступинский мост. Правда, сейчас из-под воды видны только перила. И то лишь в начале. Когда пару недель назад уровень реки Воронеж поднялся на 2 метра, конструкцию протяженностью чуть больше километра затопило полностью. Пришлось организовывать лодочную переправу. Последний раз вспоминают местные. Так было весной 2018-го. Добраться до райцентра можно только в объезд, а это лишних 100 километров. Жителей сразу трех населенных пунктов Ступина, Нелжи и Пчельников на другой берег доставляют спасатели. Задействовали сразу три плавсредства. Рейсы частые. За день туда и обратно перевозят по 600 человек. Впрочем, вода, говорят, уже отходит. Минус 5 сантиметров за последние сутки. В регионе таких лодочных бригад сейчас три. В Рамонском, Грибановском районах и в Борисоглебске затоплено 5 низководных мостов. Посмотрев на Ступинский, Евгений Ревенко заявил, что решать проблему нужно кардинально. За счет подъема переправы. Департамент дорожного хозяйства Воронежской области эту возможность тоже рассматривает. Но сначала нужно рассчитать стоимость такой реконструкции. Когда мы говорим о расходах на реконструкцию мостов, о том, что это может быть, конечно, дорого. Да, с одной стороны, это дорого. Но надо посчитать, сколько ежегодно мы тратим на то, чтобы отремонтировать вновь дорожные полотна. Сколько тратят люди, сколько тратят предприятия на объездные маршруты, на топливо. Вообще издержки, в том числе и специальных служб. Будем поднимать вопрос и перед губернатором с тем, чтобы продумать и сформировать специальную программу, для того, чтобы поднимать эти мосты, реконструировать их. 1 апреля в первый рейс. Новый 92-й маршрут начнет работу уже с субботы. Двигаться он будет от цирка, далее по краснознаменной, Острогожской, по дороге Воронеж-Масловка-Платиноводохранилище, через улицу Большая Советская и до остановки микрорайон Семилукские выселки. В обратном направлении, по тому же маршруту, ранее в ту сторону ходил лишь 59 АС, после перенумерации 79-й автобус. Из-за больших интервалов жителям микрорайона было неудобно добираться до центра, рассказали в управлении транспорта. Чтобы исправить ситуацию, разработали еще один маршрут. Пока на нем будет работать только один автобус, и тот по определенному расписанию. Но при необходимости, уверяют мэрии, количество машин увеличат. Все будет зависеть от потребностей жителей, или от того, какой будет пассажирный поток. Потому что сейчас мы начинаем его в рамках тестовой эксплуатации. Потому что маршрута не было. Соответственно, мы можем понять, как будет пассажир реагировать на него. Если будет запрос, дальше будем смотреть, мониторить. То есть вполне возможно, что и увеличится количество машин. Два переулка и шесть улиц в самом центре Старого Воронежа. Все это территория ТОС номер 67. С активистами территориального общественного самоуправления встретился депутат Воронежской городской думы Андрей Зачупейко. Разговаривали в прямом смысле на ходу. Жители провели для гостя небольшую краеведческую экскурсию. Рассказали, именно здесь когда-то располагалась крепость Воронеж. Тот самый форпост, от которого и пошел весь город. Сейчас на территории ТОС расположено 7 памятников федерального и регионального значения. Вот только туристической тропы, как в других подобных местах, тут нет. По крайней мере, официально. Экскурсоводы все равно включают эти улочки в свои маршруты. Но тут возникает еще несколько проблем. Чтобы посмотреть на исторические экспонаты, которые тут в буквальном смысле лежат под ногами, туристам придется преодолеть лужи, грязь и разбитые дороги. Собственно, ремонт последних и стал главным поводом для встречи с депутатом. Хотелось бы сделать, благоустроить эту территорию. Чтобы не было стыдно показывать очень много ходит экскурсий. И когда показываешь и рассказываешь об этом месте, история-то богатая. Рассказать-то много чего есть за столько веков. За это время у нас и выдающиеся люди здесь жили. И центр Воронежа был не на площади Ленина, а у нас. Вот в этом доме, например, жил Горький, когда работал в монастыре. К счастью, по словам Андрея Зачупейко, проблему с благоустройством дорог можно решить довольно быстро. Если приступить к выполнению задачи уже сейчас, то на благоустройство 67-го ТОСа понадобится от двух до четырех месяцев. С открытием отдельного туристического маршрута сложнее. Но и это решаемо. А вот что делать с бродячими собаками, которые собираются в своры и терроризируют местных жителей, большой вопрос. Убивать их нельзя, запрещает федеральный закон. Муниципальный приют еще не построен. Сейчас псов вылавливают, стерилизуют, проверяют на бешенство, если животное здорово, возвращают на улицу, туда, откуда взяли. Еще одна тема, беспокоящая активистов, слухи о том, что в их тихом центре вот-вот построят многоэтажку. Поступила информация от граждан, что будет строиться многоквартирный дом. Мы сейчас будем запрашивать документы, чтобы понять, что будет строиться, будет ли вообще строиться. Обсудить это с гражданами, потому что здесь граждане на самом деле активные, и можно привести к какому-то общему знаменателю. Может быть, застройщик построит и, извините, меня благоустроит, улицу, какие-то дворы, сделает хорошее освещение, помимо своего участка под строительство. Может быть, здесь будет решен такой вопрос. Первый региональный форум «Наставник-36» собрал более полутора сотен представителей самых разных образовательных организаций Воронежской области. Школьные учителя, воспитатели детсадов и даже преподаватели вузов вместе вырабатывали алгоритм работы педагога-наставника. При этом, прежде чем встретиться на большом пленарном заседании, каждый представил свое видение вопроса на примере собственного учебного заведения. Личные наработки они демонстрировали на интерактивной части форума. Далее участников ожидали несколько секций. Среди актуальных тем – особенности подготовки высококвалифицированных специалистов, формирования кадрового потенциала, а также сопровождение профессионального и личностного роста педагога. К слову, до конца года должность «Наставник» должна официально появиться в штатном расписании учебных заведений. Предполагается, что введением этой системы профессия учитель обретет второе дыхание, а в школы, детсады и вузы придет молодая кровь. Задача «Наставника» – это создание особой уникальной среды для всех участников образовательных отношений, потому что у нас многообразие форм наставничества. Ученик-ученик, ученик-студент, педагог-педагог и так далее. И наставник, имея собственный опыт, его передает и в том числе создает условия для наставляемого, чтобы он самостоятельно уже дальше двигался по жизни, строил свою карьеру, занимался самообразованием, ну и, собственно, рос профессионально. Мы считаем, что система наставничества нужна обязательно. У нас в образовательном центре лидер, я как заместитель директора, все время работаю с опытными учителями и с молодыми специалистами. Так как наш лидер открылся 1 сентября 2019 года, то, естественно, молодые специалисты к нам приходят каждый год. И после общения с ними мне все время хочется создать какой-то педагогический дуэт, для того, чтобы правильно организовать вот эту систему наставничества. Театр начинается не с вешалки, а с людей, уверены артисты из Мариуполя. С гастролями в столице Черноземья они впервые. Год назад, потеряв родное здание, труппа не опустила руки и не пала духом. Решила заново создать театр в лучших традициях русской драматической школы. Некоторые из них выступают рабочими сцены, актерами и режиссерами одновременно. О том, что такое настоящая преданность профессии, сюжет Кристины Штерн. В закулисье театра юного зрителя кипит подготовка к спектаклю. Гримирует главного героя – Чехова. Воронеж в турне этой труппы – финальная точка. За март в рамках программы «Большие гастроли» Росконцерта и при поддержке Минкульта России Мариупольский театр исколесил 10 городов, начиная с Новочеркасска. Это все-таки работа, поэтому жаловаться не приходится. Усталость есть, но она настолько приятная, что возвращение домой все ближе и ближе. Ну, хочется домой. Конечно, там семья. Постановку выдавили. По рассказам Чехова, актеры из Мариуполя готовили к прошлому дню театра. Однако так и не смогли показать. 16 марта 22-го их здание было полностью разрушено. Реквизит, декорации – все загорело. Все заново восстанавливали, все заново покупали, все заново шили. Министерство культуры ДНР осуществляло полнейшую, так сказать, поддержку в этом плане. С пошивом фрачных пар на водовилле нам помогли с поиском обувщика. Оба заказывали ручной работы, тоже подводили на премьерный 145-й сезон. Выжили ради того, чтобы быть наедине со зрителем, чтобы окунуться в эту творческую атмосферу. Ну и чтобы все-таки зрителя увести немножко в другие события, немножко вывести из той именно среды, в которой они жили. Театр им действительно подарил какую-то надежду, что мы все-таки живы, мы будем жить. И ради кого, и ради чего мы должны жить. Мариупольский театр – старейшее культурное учреждение Донбасса. В этом году ему исполняется 145 лет. В составе даже есть оркестр. Выезд для любой труппы – это глоток свежего воздуха. Но для этих актеров гастроли имеют особое значение. Ведь сейчас у них нет собственной сцены. Репетируют на базе бывшей филармонии. У каждого на тот момент была какая-то личная трагедия. Вот были ситуации, когда один из сотрудников театра в июне принимали всех на работу, а он говорит, я, вы знаете, даже не могу написать заявление, потому что я до сих пор не знаю, что с моими родными. У меня пропала мать, у меня сестра, племянница, вот мы их не можем до сих пор найти. Поэтому очень важно было, во-первых, вдохнуть у людей жизнь, чтобы к 10 сентября, в годовщину освобождения Мариуполя от немецко-фашистских захватчиков, то есть это очень символичная дата для жителей города Мариуполя и для работников театра, труппа вышла на сцену. Когда министр культуры, наверное, собирал, инициировал открытие театра, я ходил по городу, сгоревшее пепелище, куча всяких боеприпасов, обломков по городу валяется. Все это, конечно, удручало и очень сожжало настроение, скажем так. Ну, в какой-то определенный день я просто проснулся и понял такую вещь, что, ну а что теперь, всю жизнь как бы сходить с ума, убиваться, рыдать или что нужно делать, так что можно и с ума сойти. Всего за 2-3 месяца костяк труппы, а это 27 человек, подготовил новый репертуар. Делом чести стало восстановление исторических корней, и теперь в названии театра есть гордое словосочетание «Знак почета». Мы покупали билеты, практически не было свободных мест уже. Мне кажется, что для театра, который работает в таких сложных условиях, это будет очень большим подспорьем, таким надежным плечом. Надеемся, что у них много всего будет интересного впереди. Сейчас в репертуаре Мариупольского театра уже 10 спектаклей и два концерта. В Воронеж привезли постановку для детей «Золотой цыпленок» и те самые «Водевили». Говорят, очень важно было снова почувствовать запах кулис, услышать овации и встретиться со зрителем. У большинства произошла перезагрузка, переоценка ценностей. Сбросилось все до заводских настроек в сознании. И теперь, да, мы начинаем с чистого листа. На пресс-конференции руководитель департамента культуры Мария Мазур отметила, как важно продолжать взаимодействие между людьми искусства с Донбасса и из Воронежской области. Наши артисты постоянно выезжают на концерты в ДНР и ЛНР. Мы один народ, традиции и культура у нас общие. Мы проговорили о том, что в обязательном порядке коллективы ДНР будут у нас здесь, в Воронеже, в рамках наших всех фестивалей, всех наших праздников. Ну и мы, в свою очередь, все, что касается методической помощи, мы понимаем, что она сейчас очень важна. Именно все, что касается и законодательства, все, что касается организационной деятельности, и советом, и чувством, и рассказом, какие документы должны быть, мы, конечно, готовы в полном объеме помогать. Гости из Мариуполя говорят, театр – это не здание, а в первую очередь люди. Столица Черноземья актерам очень понравилась, и они пообещали вернуться к воронежскому зрителю еще не раз с новыми постановками. Ведь в 145 жизнь только начинается. И на сегодня все. Оперативная информация на нашем интернет-канале этого губерния. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире. Деловой завтрак на базе Павловского техникума прошел в онлайн-режиме. Более 140 образовательных кластеров из 55 регионов нашей страны подключились к прямой трансляции на сайте проекта «Профессионалитет», чтобы узнать формулу успеха у экспертов отрасли. Столь масштабная встреча учащихся с практиками прошла впервые. Директор мясоперерабатывающего предприятия «Агроэко» Евгений Киядкин в окружении лучших воспитанников Павловского техникума рассказал о своем профессиональном пути, особенностях работы и перспективах сотрудничества холдинга с учебным заведением. В 2022 году компания «Агроэко» подписала соглашение с правительством Воронежской области о создании образовательного кластера на базе этого учебного заведения. Появление подобного центра в регионе стало возможным как раз благодаря участию в федеральном проекте «Профессионалитет». На финансирование образовательного кластера «Агроэко» на первоначальном этапе выделят 15 миллионов рублей и обеспечат внедрение самых современных технологий в образовательный процесс. Кроме этого, холдинг будет предоставлять производственные мощности, оборудование для обучения и прохождения практики. Часть образовательных программ станут вести эксперты, компании, работающие на руководящих должностях. На средства федерального бюджета планируется полностью оснастить 5 лабораторий и 8 мастерских. Региональная казна профинансирует капитальный ремонт здания техникума. Создание образовательного центра в Павловске позволит обеспечить занятость молодых специалистов там, где они живут. Одна из ступенек этого – это сейчас на базе этого техникума сделать базисный техникум для нашего завода и начинать людей, которые хотят получить базисные навыки на бойцов скота, обвальщиков, укладчиков, жиловщиц в этом УЗИ, чтобы они к нам с первичными навыками проходили и там заканчивали свое обучение, и быстрее получали разрядность, а значит и быстрее увеличивали свой доход. А дальше уже без отрыва от производства продолжить образование для тех, кто хочет в УЗИ, работая и получая образование – это, наверное, самая лучшая связка. Агроэко активно развивает различные направления по работе со студентами ВУЗов, учащимися среднеспециальных учебных заведений и школьниками. Молодые специалисты могут прийти в компанию на практику с возможностью дальнейшего трудоустройства. В результате предприятие само растит себе будущих сотрудников, а студентам помогает раз и навсегда решить проблемы с поиском работы. Моим одногруппникам очень понравилась эта идея, когда они услышали о новой специальности, они заинтересовались, мы рассказали своим друзьям, друзья думают поступать когда-либо туда. Даже мои родные уже устраивались в эту компанию и сейчас там работают. Мне очень понравились его слова, я даже задумалась над тем, что он рассказал. Думаю, когда-нибудь, может, я даже попробую куда-нибудь пойти по этой сфере. Мясоперерабатывающее предприятие Агроэко под Павловском – одно из самых крупных и высокотехнологичных предприятий этой сферы в стране. В его цехах стоит суперсовременное оборудование, обслуживание которого целесообразно доверить именно молодым специалистам. Таким, как 23-летний Александр Голубев, устроившийся в компанию всего 5 месяцев назад. Сюда юноша пришел сразу после университета. Говорит, увидел хорошие перспективы. Образование решил не забрасывать, сейчас он заочно учится в магистратуре. На вопрос, сложно ли совмещать работу и учебу, с улыбкой отвечает, что главное – желание. Тем более, новая специальность действительно увлекает парня. Трудности были по причине того, что в институте нас обучали общим принципам работы оборудования и довольно мало было практических знаний. Мне очень повезло по причине того, что я проходил практику, и мой руководитель по практике как раз является моим начальником. И также большинство людей, которые были при прохождении моей практики, остались на своем рабочем месте. То есть я был с ними уже знаком, и они знали обо мне, и мы хорошо контактировали и общались. Возможность обучения за счет работодателя, поддержка наставников, карьерный рост и еще целый ряд преимуществ гарантируют компании всем заинтересованным молодым специалистам. Взамен нужно лишь желание учиться и трудиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова